А в зоне АТО от Авдеевки до Песок боевики били из минометов. На линии соприкосновения в Зайцево использовали малокалиберное вооружение. Уже вечером из танков ударили по позициям военных в районе шахты Бутовка. Ирина Баглай продолжит. Во время обстрела боевиков на этой улице в селе Зайцево жилые дома просто рухнули один за другим. К счастью, мирные жители не пострадали, а дома у Виктора Захаровича просто повезло. Снаряды перелетели через него. Это 120, вытянул он там в уклоне, в густене. Его дом на окраине. Мужчине уже второй год приходится жить на линии огня. Так вечер, надеваю бубленку, шуфонные ботинки и за два года так и остлю. На склоне лет Виктору Захаровичу пришлось вспомнить знания, приобретенные на срочной службе. Спит тревожно, как только взрывы приближаются. Бегом в подвал. Милости просим. Селень, пустя. Бежим. А вот, пожалуйста, нары мои. Часто тут приходится спать? Ну, как обстрел, так я сюда и текаю. Здесь нет оборонительных укреплений военных, но жители своими силами восстанавливают разрушенные снарядами тяжеловесами. Стреляли прямо в поселок, по жилым домам. Еще с месяца назад, 122-е, до 30-е тоже положили прямо в середину поселка. Пост Сергея далеко от частных домов. Он наизусть знает, откуда бьют боевики и на каком участке лучше не высовываться из окопа. Противника видно невооруженным глазом. Наемники обозначили себя в местной промзоне флагом, так называемой ДНР. Но сами показываться не рискуют. А вот минометы устанавливают на закрытых огневых позициях в селе. Минометы, все, ну, конечно, работает оттуда. Здесь просто, если посмотреть, там все в домах. Где там, вот, между среде, оттуда, где-то, конечно, что, ну, и стреляют. Оккупированная Зайцева у военных как на ладони. В местной школе наемники оборудовали штаб. Вот вышка, соответственно, оттуда дорога с горлов кинет. Это каждое утро, где-то ориентировочно, 5-пол шестого. Колонны заезжают туда, по всей видимости, у них здесь происходит какая-то или замена нарядов. Возможно, продовольство подвозят. И вот так вот прямо колонны видно. Иногда бывает даже порядка 40-50 машин. Раз в месяц у боевиков ротация. И первым делом новые подразделения пристреливаются, объясняют военные. Без разбора целятся и по ним, и по домам мирных жителей.